Здравствуйте! Информационное время на канале ОТВ продолжает программа в центре внимания в студии Ольга Сомкина. Сегодня будем говорить о самом важном, о самом главном, о нашем здоровье и конкретно о сахарном диабете. И разобраться с причинами заболевания, как предотвратить этот грозный недуг, нам помогут наши гости. Я представляю Алла Моисеевна Морозова, главный эндокринолог Приморья, заведующий центром эндокринологии Краевой клинической больницы номер 2. Здравствуйте! Спасибо, что подошли к нам. И Валикова Ольга Владимировна, врач-эндокринолог. И первый вопрос, наверное, самый распространенный. Мы не так часто сдаем кровь на сахар, клинический анализ крови. Что должно заставить человека насторожиться, чтобы пойти к врачу и чтобы узнать вообще, что происходит с организмом? И заболела ли я сахарным диабетом? На самом деле сахар крови или, как мы говорим, врачи глюкоза крови рекомендуют исследовать достаточно часто. Это входит даже в такое понятие, говорят, клинический минимум исследования. То есть неважно по поводу какого заболевания или какого недуга обращаются исследования. Если это касается людей старше 40 лет, если это касается людей, которые имеют избыточный вес, у кого есть повышенное давление или у кого есть родственники, страдающие диабетом, им, конечно, это лучше исследовать ежегодно. Хотя бы раз в год. А в более молодом возрасте, при прохождении всевозможных профилактических осмотров или если действительно появляются любые какие-то симптомы, с чем бы там ни обратились, болит горло, рана какая-то, это такое исследование тоже проводится. Ольга Владимировна, ну вот если, например, полгода назад, находясь или на больничном, я не знаю, простыл человек, сдавал анализ, все было в порядке, да, прошло полгода, месяцев 9, что должно заставить насторожиться? Конечно, есть определенные симптомы сахарного диабета. В первую очередь, конечно, это сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание. Это наиболее распространенные симптомы сахарного диабета. Это колебание веса, то есть как прибавка, так и снижение веса. Да, это может, конечно, заставить обратиться, плюс незаживающие раны, долго незаживающие, это тоже имеет смысл обратиться, сдать сахар крови. Но самое-то главное, что почему диабет так опасен, и действительно это не дуг, что до поры до времени симптомы могут вообще никак не проявляться. Только клинический анализ крови можно показать. Наверное, верно. То есть даже повышенный сахар, определенные цифры до поры до времени никак не беспокоят, и повышенный сахар крови не болит. Самостоятельно этот диагноз поставить нельзя? Сейчас есть достаточно доступные приборы, которые могут определять сахар крови. Но для постановки диагноза все-таки требуется лабораторное исследование. И так сейчас рекомендуют обязательно все стандарты медицинские. В общем-то, получается, что если ты идешь в поликлинику и сдаешь клинический анализ крови бесплатно, то установить это можно бесплатно, я так понимаю, да? Бесплатно, только это не клинический, это отдельный анализ. Он может быть исследован и в капиллярной крови, то есть из пальца, он может быть исследован и венозной плазме, когда там сдают другие анализы, и звенные. Но это бесплатно, во всех поликлиниках такое исследование проводится. Скажите, пожалуйста, какие цифры показателя сахара в крови являются нормой, а что уже является, ну не патологией, но сверх нормой, что уже является предпосылкой заболевания? Вообще-то в большинстве лечебных учреждений, поликлиник или других лабораторий, когда выдается анализ, пишутся нормы всех лабораторных исследований. Вообще-то это требование, конечно, и для такого исследования, но если вдруг это нет, все дело в том, что мне кажется, трудно запомнить, например, каждую цифру. Но если кто-то действительно заинтересован, уровень глюкозы или сахара крови при исследовании в капиллярной крови из пальца не должен быть больше, чем 5,5 ммоль. То есть 5,5 – это верхняя граница нормы, если мы исследуем кровь из пальца. А если исследование проводится в венозной плазме, то эта цифра несколько больше – это 6. Вот такие цифры. Всё, что выше, это уже… Надо с врачом обсуждать, что это, да. Или неправильное какое-то исследование, не натощак, или, ну, бывает какая-то погрешность, или это уже действительно заболевание. Давайте поговорим о статистике, насколько это заболевание распространено, потому что вот очень часто говорят, что некоторые заболевания в условиях современной жизни, и экологии, и темпоритм наш, да, они встречаются всё чаще и чаще. Вот как у нас происходит дело с сахарным диабетом? Когда он, когда чаще всего фиксируют, в каком возрасте? Вот давайте об этом поговорим. Итак, статистика. Ну, если говорить по возрасту, всё-таки чаще болеют люди после 40 лет. Там количество пациентов больше. Если вообще говорить, вот сколько их было раньше и сколько теперь, вот, ну, существуют такие уже достаточно давние рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая определила сахарный диабет в конце 20 века как неинфекционную эпидемию, что он распространяется с такой частотой и по всему миру, пандемия, вот такая сахарного диабета. И именно преимущественно, да, у лиц в более старшей возрастной группе на фоне более избыточной массы тела, ну, то, что и сейчас вообще наблюдается, да, вот во всём мире. И вот было замечено, что каждые 10-15 лет в мире в 2-3 раза увеличивается количество пациентов диабета. И сейчас вот нас, когда вот пригласили, да, к вам на передачу, мы тоже посмотрели нашу статистику, и она действительно полностью совпадает. Так, в 2000 году у нас на учёте, и среди тех, кто обратился, то есть в нашем крае было зафиксировано 20, у меня даже есть вот цифры точные, 21 тысяча, там 8 человек, то есть 21 тысяча. На сегодняшний день 44 тысячи. А, в 2 раза больше. 15 лет, в 2 раза больше. При этом, наверное, и не все узнали, и есть ещё, ну, только вот Ольга Владимировна как раз обращала внимание, что он не болит, не беспокоит, и не все об этом узнали. И вот эта вот цифра, что может и утроиться, это тоже возможно. Тогда давайте разбираться в причинах этой действительно пандемии, что у нас за этот период вдвое увеличивается. 40, больше 40 тысяч больных с сахарным диабетом. Катастрофические цифры. Итак, причина заболевания. Является ли это заболевание заразным? Как оно, из-за чего оно возникает? Ольга Владимировна, давайте по порядку. Ну, первый вопрос, конечно, заболевание не заразное. Ну, потому что, когда говорят пандемии, да, то предполагается, что воздушно-капельным путём. Ну, Алма Исеевна, вопрос этот как бы немножечко уже осветило в плане того, что неинфекционное, да, то есть действительно не заразное, неинфекционное заболевание. Но дело в том, что, конечно, почему такая вот катастрофическая ситуация? Потому что с каждым годом растёт количество пациентов, которые будут потом переходить в группу пациентов с сахарным диабетом. Это люди с избыточной массой тела. И на самом деле, почему количество людей с избыточной массой тела растёт? Потому что питаться мы стали не так, как хотелось бы. Двигаться мы стали меньше. Количество машин растёт. Общественный транспорт растёт. Даже люди, которые имеют машину, они ставят её под домом, но не на стоянку. То есть движение уменьшилось, количество еды увеличилось. И самое главное, увеличилось количество высококалорийной еды, которая приводит к избыточной массе тела. Вы знаете, я с вами готова поспорить, потому что сейчас так много говорится о здоровом образе жизни, о правильном питании. И, ну, по крайней мере, вот в окружении и у нас, мои коллеги. Все понимают, что сахара нужно есть меньше, жирного нужно есть меньше. Очень многие пошли в спортзал. Может быть, у меня не тот круг общения, но вот, судя по ближайшему и даже не ближайшему окружению, очень много информации. Неужели всё-таки статистика... Так, возможно, следующее поколение или через поколение, это уже будет сказываться и начнётся. После этого роста, может быть, и начнётся и уменьшение. А сейчас мы же ещё пожинаем плоды предшествующих. А, то есть это не сразу, это накапливает организм, а потом даёт сбой. Где происходит сбой, который приводит к сахарному диабету? Ну, на самом деле, это всё-таки действительно в большинстве случаев это генетически обусловленное заболевание. То есть у нас запрограммировано, сколько клеток способны выделить тот гормон, он инсулин называется, который контролирует уровень глюкозы и распределяет его между всеми клетками, потому что это очень необходимо, это как источник энергии для вообще, для организма. И, кроме того, должна быть определённая чувствительность вот в тканях, и это генетически наследуется. И поэтому все наши вот неправильные образы жизни это вот провоцирует. То есть, вот смотрите, 20 тысяч человек, это, значит, генетически обусловлено было, да, они дают потомство, которое уже тоже несёт этот ген. А сейчас 40 тысяч, то есть количество, так сказать, потом людей, которые понесут эту наследственность, тоже увеличивается, да? То есть вот этим и опасно, да? Ещё, видите, увеличилась всё-таки продолжительность жизни. Она однозначно увеличивается, а с возрастом количество сахарного диабета тоже увеличивается. За счёт этого расклероза, уже вторичных таких факторов. Вот, и самое главное, что как бы, вот ещё такой момент. Да, сейчас очень большое количество говорится про здоровый образ жизни, большое количество передач, сейчас все стараются заниматься спортом. Это просто замечательно, ну просто замечательно. И что везде реклама спортивных магазинов, спортивная одежда, это как бы всегда было хорошо. Но здесь какой момент? А кто занимается активным образом жизни? Какая часть населения? Дело в том, что очень часто люди после 45 лет начинают прибавлять действительно в весе, по той причине, что снижаются все основные обмены, и получается, что люди в 30 лет, да, следят за собой, а после того, как человек вышел на пенсию и не ходит уже на работу, он может уже и не заниматься активно. Но сейчас, по-моему, после 45-ти никто на пенсию не выходит, выходит после 60-ти. Нет, конечно, конечно. Но в любой ситуации люди же не заканчиваются, да, жизнь на 45-60, да, она же дальше продолжается. А пласт пациентов растёт именно в этой возрастной категории. 50-60 это вот именно максимум. То есть когда у людей закончилась необходимость двигаться, бороться, зарабатывать, воспитывать детей, да, когда люди сели дома и начинаются в организме. У кого-то это раньше, да, вот происходит, у кого-то позже. Всё дело в том, что раньше вот такого диабета, о котором мы говорим, эпидемия именно про этот диабет. То есть на самом деле, мы вот не говорили, есть ещё такие формы диабета, когда заболевают молодые, дети. Об этом мы поговорим попозже, да. Это совсем, действительно. Об этом мы поговорим попозже. Пока никто не может здесь никакой особой прокурат. Да, давайте всё-таки разберёмся с возрастными вашими пациентами. Что заболевает в организме? Что такое вообще сахарный диабет? Вот сахарный диабет, эксперты ВОЗ определяют очень просто. Это состояние хронической гипергликемии, то есть повышение уровня сахарокрови, когда организм не в состоянии регулировать уровень глюкозы в крови. Какой орган отвечает за то, чтобы регулировать сахар в крови? В поджелудочной железе есть такие, как их называют, островковые клетки, их называют бета-клетки. Они не видны ни глазом, ни на УЗИ, ни на компьютерной томографии. Это можно рассмотреть только под микроскопом. Они вырабатывают гормон инсулин. И это всё, можно сказать, нанотехнологии, потому что это всё в таких микроскопических единицах вырабатывается, а контролирует вот уже такую серьёзную проблему. И ещё можно сказать, что сахарный диабет, именно вот второго типа, про который мы на данный момент говорим, это заболевание не какого-либо органа, это заболевание всего организма в целом. Потому что, учитывая, что сахар в крови повышается, кровь омывает все-все наши органы и ткани. Поэтому сахарный диабет – это заболевание всего организма в целом. То есть никакой-либо орган прямо вот пострадал. А можно ли говорить, что это заболевание сладкоежек? Потому что сахар в крови предполагается, что человек много есть сахара. И если, например, человек не любит сладко, он говорит, ну, я сладкое не ем, значит, я никогда не заболею сахарным диабетом. Правы ли такие люди? Ну, вообще-то нет. Он может мучное есть, да, иметь уже избыточный вес, и это тоже будет провоцирующим фактором. То есть это как бы сказать, можно сказать, что это и не обязательно, но, конечно, те, кто едят слово сладости, они вообще очень разные, да? То есть кто-то съел конфетку, карамельку, и сказал, что это сладость, да? А кто-то съел тортик – и тоже сладость. То есть понятно, что… Ну да, вот такой тортик или вот такую вот конфетку. Да, да, конечно. Понятно, что сладкая еда, плюс еще жирная, конечно, провоцирует. А одна конфетка – две роли не сыграет. Так, тогда давайте определимся, сколько сладкого может есть человек, чтобы не провоцировать это заболевание. Есть ли какая-то норма? Это физиологическая норма, как сейчас, да? Вот в техочек, вот этот правильный образ жизни, правильное питание, оно и предполагает, сколько нужно съедать так называемых легкоусвоимых углеводов, куда вот именно то есть сладкие. Ну, говорят, например, воды нужно выпивать минимум два литра, да? То есть меньше воды – это плохо. Вот эндокринологи что по этому поводу думают? Почему? Я не знаю. Мне кажется, что два литра – это все индивидуально. Конечно. И когда говорят минимум, минимум – это, конечно, там, чтобы не было, конечно, менее одного литра, чтобы не было дегидратации. А тут уже, конечно, варианты. И в отношении также сладостей, в принципе, их можно именно как то, что мы говорим, куда чистый сахар входит. Этого можно вообще не есть. Ни первобытные люди, даже в Средние века, никто это постоянно не употреблял. Мы говорим о том, сколько максимум можно съедать сахара, чтобы людей предостеречь. Какая вот граница является? Ну, дело в том, что вот на самом деле такой действительно нормы нет, но вообще считается, что быстрые углеводы, то есть сахар, конфеты, они не полезны для здоровья, действительно. И уж вариант того, что если мы хотим что-то сладкое съесть, для того, чтобы лишний раз ничего не провоцировать, то есть только сладкое после еды, чтобы хотя бы меньше провокаций было для организма. Хотя бы так. То есть не так, что я голодная, да, съемка я конфетку. То есть вот это является сильным риском, да? Конечно, конечно. То есть хотя бы вот такой вариант. Ну, а то, что кому-то можно один килограмм сахара съесть, а кому-то мешок за день, ну, такой нормы нет, конечно. Ну, вообще бы что рекомендуют, что если, ну, привержены, например, к сладким напиткам, да, и если мы там пьем чай с сахаром, да, или кофе, ну, что-то не больше двух чайных ложек на стакан, и, в принципе, не более трех раз в день. Ну, как бы вот это вот примерно, наверное, такая, как бы усредненная такая рекомендация. Ну, кто-то, например, пьет чай без сахара, да, при этом, как мы уже говорили, взял маленький кусочек тортика, да, так и говорит, ну, я же чай без сахара пью. Ну, конденсация. Какие еще продукты являются продуктами-провокаторами? Продукторами-провокаторами являются все высококалорийные продукты. То есть все жирные, красивенькие, вкусненькие, вкусненькие, которые человек зашел в магазин, в супермаркет, сейчас это все достаточно доступно, да, все готово, человек пришел голодный с работы, зашел в супермаркет, набрал, раз набрал, надо съесть, да. То есть, а все готовые продукты, все готовые продукты, не может быть ресторан низкокалорийным, не может быть любой другой общепит, столовая низкокалорийная, ну, если она какая-то неспециализированная, да. Поэтому все, что готовится вне дома, оно все готовится в высококалорийной пище. Поэтому все, что покупается, да, полуфабрикаты, продукты, которые уже готовы, они все высококалорийные. Конечно, они все опасны, потому что мы их съедаем, то есть в течение дня некогда, многие не завтракают, они съедаются все вечером, вечером человек не двигается, то есть это все благополучно откладывается, да. И если, например, молодой человек это все потратит, то человек уже, который в определенном возрасте, да, там, 50-60 лет, это уже не потратится. И опять же, на вечер нагрузив нашу бедную поджелудку, мы ее заставляем усиленно работать, а потом она, бедная задыхаясь, выдает сбой и повышает уровень сахара в крови. Обычно вначале нарастает вес, исчезает талия, а потом уже присоединяется диабет. Одновременно с этим обычно и давление начинает повышаться, и атеросфероз могут находить, который может печально осложниться и теми же инфарктами, и инсультами, и это тоже, вот все это все связано вместе, как сейчас говорят, метаболический синдром. То есть когда у человека нарушается обмен, и многие наши, и пациенты, у которых уже находят, и говорят, что, конечно, я вес набавил, потому что у меня нарушен обмен веществ. Но он с возрастом у всех замедляется. Ну просто так обмен веществ не нарушается, то есть человек сам провоцирует его? Всегда ли это так? Надо менять, если вес нарастает, значит, надо менять свой образ жизни до того, как пришли уже эти заболевания. Ну все-таки, конечно, есть вариант, что с возрастом, да, уменьшается обмен, основной обмен, поэтому и всегда идет речь о том, что если дети едят много, и они бегают, и все это тратят, да, подростки такая же ситуация, взрослые, ну, конечно, двигаются, то чем старше человек, тем у него медленнее обмен, и то, что было в молодости, съедалось и не оставляло никаких следов, то почему-то, как только человек стал старше, съедается, и на следующий день это все обрисовывается. То есть итог таков нужно двигаться, и с возрастом снижать калорийность продуктов. Я правильно говорила? Совершенно верно. Любить еду такую обычную, простую, не искать вот в виде, чтобы она прямо так вот сильно... Это будет и есть. Мы продолжим нашу беседу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Продолжение следует...